Сейчас проведем аудит YouTube канала строительной компании, которая занимается производством, продажей и ремонтом визуальных пистолетов. Начнем, как всегда, с визуальной составляющей. Это баннер канал. Сейчас информации на нем очень много и она совершенно не воспринимается. Часть текста сливается с фоном, часть текста просто очень мелкая и, в принципе, разработка велась с ориентировкой на мобильный формат, то есть не учитывали, что эта часть прямо видна на компьютере, ставили просто пустой и максимально все запихнули в мобильную версию. Из-за этого такая каша и получилась. Опять же здесь логотип одного формата, здесь уже логотип канала другой. Вынесение сайта в баннер тоже неуместно, можно сделать кликабельную ссылку, руками уже мало кто вводит. Затем УТП текстовая получается перекрывается изображениями, вместо того, чтобы сделать на это акцент. И вот эти значки. Есть ощущение, что мы попали на сайт, где есть три варианта текста, то есть я могу сайт на русском посмотреть, на японском и на китайском. То есть нет совершенно ассоциаций, что это производители, с которыми, скажем так, работают, работают данные компании, что это именно относится к странам, где производится тип пистолета. Следующее это не могу не отметить сам заголовок канала, то есть сейчас это русская транскрибация того, как называется сайт. То есть никакого ключа здесь нету, то есть по этому названию никак нельзя догадаться, чему посвящен сайт, кому он будет полезен и так далее. То есть первое, что вносим в список работ, это соответственно баннер и название канала. Затем переходим на видео. На видео нет нигде обложек, то есть это сразу же следующий пункт – обложки для видео. Обложки для видео делаем в нескольких форматах, чтобы было выбрать, из чего выбрать. Далее, плейлисты. Всего два плейлиста. Можно уже разбивать побольше, потому что здесь есть и полезные советы, то есть плейлисты тоже можно проработать. И если зайдем в сам плейлист, то наверняка описания там тоже не будет, то есть нет описания. Следующее, к чему хочу, на что хочу обратить внимание, это сами видео. Их заголовки имеют порядковый номер. Зачем это сделано, непонятно. Это не сериал, где важно смотреть сначала первую серию, потом вторую, потом третью, потом четвертую. Каждый из этих ролик, он независим от другого, поэтому нумеровать их не имеет никакого смысла. В большинстве случаев в заголовке нет никакого ключевого слова, нет ни названия компании, ни того ключа, по которым хотят продвинуться, то есть пистолеты для вязки и арматуры, то есть все названия очень короткие и они информативны для зрителей, который первый раз ищет какой-то нужный ему ролик. То есть заносим наш план работ, а затем переходим на само видео. Мы видим, что в ролике есть медиа упаковка, то есть начинается ролик с интро, однако это не совсем правильно по структуре, то есть начинать ролик нужно с видеоряда, с чего-то, что заставит смотреть дальше зрителя. Когда вы начинаете с интро, то сразу же идет наоборот отторжение и никто не хочет смотреть картинки, когда он еще не понимает, а нужен ли ему этот ролик. То есть сразу же максимально заинтересовываем зрителя тем, о чем будет ролик. Потом опять же идет представление, хотя это можно сократить, просто проработав дальше медиа упаковку, то есть разработав титры, где будет написано кто вы и чем вы занимаетесь и опять же больше полезной информации давать сразу без представлений. Про заголовки я уже сказала. Что касается завершающей части ролика, то у нас опять повтор интро, по таймингу не выдержаны 20 секунд для конечных заставок, то есть медиа упаковка сделана на 5 процентов, есть только открывашка, которую используют и в начале видео и в конце. Хорошо, что есть описание, пусть они большие. Затем теги видео. Теги видео пишутся на весь объем, но многие теги непонятно, почему вместе стоят. То есть я так подозреваю, что это разные марки пистолетов, и если в этом ролике про это речь не шла, то зачем мы все сюда выносить. То есть основной посыл ролика, что работайте с нами и вы сэкономите себе время. То есть именно по этим ключевым словам и нужно было этот ролик прокачивать. То есть человек, который ищет визуальный пистолет, он уже понимает, что это решит его проблему. Этот же ролик он обращен к тем, кто еще не знает, как решить проблему с тем, что у них уходит много времени на вязку арматуры. То есть человек будет искать, как ускорить заливку фундамента, как ускорить строительные работы и тогда вы уже можете сказать о том, что тебе нужен визуальный пистолет. То есть вы сделали теги для одних людей, которые уже в курсе, что вы можете им помочь, в то время как данный ролик направили на тех людей, которые еще не знают о вас, и вы можете предложить им новую услугу, новую информацию о том, как ускорить их работу. То есть исходя из того, кто будет смотреть ваш ролик, нужно прорабатывать теги. То есть писать именно те ключевые запросы, по которым вас могут найти. Работа с комментариями ведется, стараюсь отвечать, это хорошо. Информация о канале также заполнена, хотя можно ее сделать более подробной. Продублировать сюда, например, телефоны, прописать свои основные услуги, чем вы можете быть интересны, сделать акцент на том, что можно сделать бесплатный звонок. Что касается ссылки, то есть когда мы переходим отсюда, мы попадаем на сайт. Однако что-то видно неправильно здесь заполнено, потому что переходя отсюда, я все попадаю на ютуб канал. То есть заполнение страницы о канале где-то не доработано, потому что здесь ссылка не ведет туда, куда должна везти. Итак, добавляем в наш список работы, это медиа-упаковка, теги видео обязательно. И если посмотреть, то и теги канала тоже требуют проработки, потому что заливка бетона – это один процесс. Я так понимаю, что все-таки вы непосредственно заливку бетоном не предлагаете среди своих услуг. Поэтому теги видео и теги канала также у нас в списке работают. Если вернуться на главную страницу, то здесь отсутствует трейлер канала, стоит очень давнее видео. Это, конечно же, неправильно, сюда должен или отдельный ролик стоять, или же самый актуальный ролик на данный момент, но никак не видео, которому уже четыре года. Из-за того, что нет разбивки на плейлисты подробные, соответственно, и на главную страницу эти плейлисты не выведены. То есть сделать структуру главной страницы – это тоже одна из задач. Итак, по списку работ у нас получилось, что на канал нужен баннер, обложки для видео, доработка медиа-упаковки, теги видео, теги канала, проработка страницы о канале, главной страницы канала, видоизменение названия канала, разбивка на плейлисты и изменение названия видео, добавление ключевых слов. У клиента на этом канале в заказе было только баннер, обложки и теги видео. Соответственно, в следующем ролике я уже покажу, какие произошли изменения на данном канале после проведенных работ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok